В этот день мы награждаем активных доноров, которые за прошлый период сдали больше всех кровь и плазму. Такие бывают 3-4 человека, 5 максимум. И сегодня они тоже здесь. На республиканской станции переливания крови сегодня особая атмосфера. Здесь награждают почетных доноров. Например, Ольга Галимова кровь сдала уже 150 раз за 20 лет. Первый раз решила попробовать, когда мне было 18 лет. Ну, с тех пор так и сдаю. Уже без этого привычка вошла, что надо сдать кровь. Вдруг кому не пригодится. Иногда с работы трудно очень уйти. Ну вот. Уходим и сдаем. То есть все равно найти время? Конечно, найти время надо и нужно. Сдают кровь сегодня и волонтеры-медики. Активисты помогают врачам здесь уже несколько месяцев. У нас всего задействовано 7 волонтеров. 7 волонтеров проводят некоторые акции, некоторые на входе раздают маски. Ну и волонтеры наши пришли также сдавать кровь. Человек 5 точно смогут сдать, если допустят. Донорство – это тоже более реальная возможность всем людям помочь нуждающимся. В день эта станция крови принимает до 80 доноров. Из-за эпидситуации прийти сюда можно только по записи. Стать донором может только здоровый человек. А чтобы его кровь могли использовать, ее нужно сдать как минимум два раза. Жизнь продолжается. Вот вне зависимости от коронавируса или еще каких-то там проблем, да, люди продолжают болеть. Бывают желудочно-кишечное кровоотечение, травмы, автоаварии, ножевые. Ну, все как всегда. Вне зависимости от ситуации. Соответственно, донорская кровь нужна до войны, как говорю, во время войны и после войны. По оценкам медиков, только сегодня на станции удалось собрать порядка 50 литров крови и плазмы. Александр Демидов, Андрей Бусыгин. Новости. Субтитры сделал DimaTorzok